Большой вопрос, потому что можно было об этом только говорить целый день, потому что сегодня у каждого своя истина. И поэтому люди воюют. Для одного христианства это перестать работать, молиться только. Для второго христианства это домой прийти и своей жене по голове отдать пару раз, сказать, я дома хозяин. Для третьего христианства это вообще пойти куда-то отречься от мира. До четвертого, то есть у всех людей получается разное понимание истины, понимаете? Поэтому ссоры, поэтому разборки какие-то, хотя, вот. Ну и что же такое истина? Давайте мы согласимся хотя бы с этим одним базовым таким моментом, чтобы нам двигаться дальше, понимаете? Я же должен вас прочувствовать, потому что, а то я бы вам говорила одно, у вас бы свои истории. Вы же на меня сейчас смотрите, у каждого своя история уже. Меня кто-то знает вообще или нет? Да. Знаете меня, да? С хорошей стороны есть походы? Очень хорошая. Я хороший, у меня пять дочерей. Разве могут быть у плохого человека пять дочерей? Как говорила знакомая профессора, говорит, понимаете, мальчики, рожать мальчиков много, это, ну, знаете, туда-сюда. Но родить пять дочерей, для этого интеллект нужен. Мы вам пророчек понимаем. Да. Вот. Меня праздновали, что вот девочки, это ювелирная работа. Это вообще, понимаете, пять. Это не то, что там, знаете, одна мальчик, одна девочка, пять дочерей. Это, знаете, такой стиль какой-то уже. Я дома, представьте, живу, у меня прекрасный дом большой. И шесть женщин дома у меня. Красивых таких. Видите, мои дочери гуляют с такими глазами большими? Это мои дочери. Вот. Только они все переживают, что зитья будет, что папа зитей. Говорит, папа, это очень строгие. Вот. Там, когда мальчики какие-то приближаются, мы с ними начинаем. И они начинают что-то начинать переживать. Я говорю, вам хлюбики не надо, вам нужны мужчины, знающие Бога. Вот, ну давайте истину. Что же такое истина? Давайте смело. А, Иисус есть истина. Говорит, так, хорошо. Ну, для многих это вопрос, согласитесь. Две тысячи лет об этом говорятся. И у каждого понимания Иисус есть. Для кого-то это вообще перестать работать. Для кого-то. Давайте, что еще истина есть? Ну, я говорю, вы сейчас не на экзаменах. И вы не думайте, как правильно сказать. Это самое опасное, как правильно сказать. Слово Божьей истины. Ну, что еще истина? Видите, вот, Божьей истины. Так что мы познаем, если я не знаю, что такое истина? Свобода. Свобода. Это следствие. Правильно, следствие. Что такое истина? А вера. Вера. Многое сейчас можно писать, да? Иисус Христос. Знание Бога. Иисус Христос, да? Вера. Что еще? Слово Божье, да? Знавание. Знавание. Обетование. Праведность. Праведность. Давайте упростим все. Ну, знаете, я очень простой человек. Может, поэтому... Ну, как-то у меня в жизни все проще. Во-первых, все в жизни просто, скажите. Все просто. Все просто. Если вы будете ходить на семинары, я вам обещаю, что вы уедете отсюда, ну, вообще, ну, просто, ну, с другим взглядом вообще на жизнь, на бизнес вообще. Потому что это все придумали какие-то люди нехорошие. Все усложняют. Все просто. По секрету хочу вам сказать. Быть богатым проще и нет. Проще вообще быть не может. Апостол Павел, помните, сказал такую вещь. Я боюсь. Апостол Павел, который ничего не боялся, который говорил о том, что в любви нет страха, он говорит, я боюсь, чтобы как змей своей хитростью не пристил Еву, так и ваши что? Умы. Что? Повредились. Уклонившись от простоты во Христе. То есть человек, когда уклоняется от простоты, хочу вам сказать, у него повреждается что? Мозг. Центр коммуникации повреждается. Буду верующие люди, они с поврежденными мозгами. А с поврежденными мозгами мы не то, что ничего не сделаем. Извините, мы Бога опозорим на рынке. Согласны? Нам нужно не уклоняться от простоты во Христе. Не усложнять все. Потому что когда мы все усложняем, мы начинаем ходить как в тумане. Молиться какими-то непонятными молитвами. Воевать с тем, с чем не надо воевать. Сами себя делать преступниками. Обесценить вообще все, что вообще есть. И прожить не ту жизнь, которую мы можем прожить. Скажите, все просто. Все просто. Все просто, скажите. Скажите, быть богатым просто. Быть успешным просто. Быть успешным. Быть счастливым. Быть. Проще некуда. Проще некуда. Вы чувствуете, вам уже как бы лучше становится. Какая-то надежда появляется. Да, да. Надо не уклоняться от этой просты. Потому что Павел пришел, видимо, было все классно. Потом пришел в это общество. И он испугался. Он говорит, я испугался. Потому что люди уклонились от простоты во Христе. Ну и вот давайте. Что же такое истина? Ну давайте упростим это. Истина – это информация. Согласны? Да. Да. Или это что-то какое-то. Или это песок, или это камни. Это информация, правильно? Информация, правильно? Правильно. Согласны? Да. Это просто информация. Но эта информация какая-то особенная. Потому что в мире много информации. Каждый день какая-то информация. С утра здесь информация. Я вам даю сейчас информацию. Телевизор. Правдивая информация. Или эта информация, можно назвать ее оригинальной. Первоначальной. Понимаете, согласны? Давайте поставим такую одну базу. Истина – это информация. И эта информация, она оригинальная. Или настоящая, натуральная, от Бога. Ну, как бы, ну, каким словом назовем это? Сто процентное, вот, Максим, мне подсказывает. Какая еще? Давайте назовем оригинальная. Оригинальная. Первоначальная. Давайте. Первоначальная информация. Истина – это первоначальная информация. Это очень важно понимать. Потому что мы познаем каждый день что-то. Хочу вам сказать, мы сегодня плод информации, которую мы носим в себе. Мы сегодня нищие, прибитые, в депрессиях, как лохи ходим. Живем в каких-то домах бесовских, в каких-то сараях, по каким-то улицам ходим. Потому что это следствие информации, нам кажется, что это нормально. Поэтому Павел говорит, я боюсь, чтобы вы не пропитались другой информацией. Потом дальше он пишет в этом послании к Орифинам. К стыду вашему говорю. Но вы охотно терпите неразумных. А как можно терпеть неразумного охотно? Вера, что это от Бога. Правильно? Почему? Человек охотно терпит, когда его раздевают, обувают, облапошивают. Я сейчас не говорю о смирении. Это тоже информация. Но Павел здесь сказал, что не всегда, когда у вас это есть правильно. И он говорит, стыду вы не понимаете настоятельно. Потому что вы уклонились от той изначальной простоты, которая должна быть. А как человек может терпеть, когда он верит, что это правильно? Вы понимаете? Всю жизнь может прожить так. Итак, давайте скажем, истина – это первоначальная информация. И познание этой истины, то есть первоначальной информации, она сделает меня свободной от неправильной информации. Если первоначальная информация делает нас свободными, то значит другая информация делает в носке рабами. Когда человек живет в рабстве, что ему нужно? Молитка за него особенная, духа рабства выгнать, духа нищеты, что с ним уже? Или ему нужно что? Пах! Насть! Истину! То есть первоначальную информацию. И он что будет? Свободный. От всякого бреда. От всякой чуши. От всего. И поэтому Иисус сказал – Я! Путь! К чему? К истине! Я путь к истине! Какой? Первоначальной информации. Идите за мной! Я вам дам такую информацию, которая даст вам что? Жизнь! Я есть путь к истине, которая даёт жизнь! Иисус! Путь! К чему путь? К истине! А что такое истина? Жизнь! Информация! Первоначальная! Которая познание её что сделать нам даёт? Жизнь даёт нам! Вот почему Иисус, когда ходил по этой земле, был шокирован просто людьми. Шокирован верующим людям, которые всё перевернули. Которые даже из закона извратили всё это. Нет! Почему сегодня предприниматель и верующий не развиваются? 17 лет я его веровал. Предпринимателей нету верующих. Редкий человек, который что-то делает. Потому что люди, люди не понимают истину, что не понимают первоначальной информации. А где первоначальная информация записана? Как вы думаете? Свою информацию. Давайте сейчас, давайте вот этот блок поставим. Первое. Истинно-первоначальная информация. Второе, как бы, я дам своё такое убеждение, во что я убеждён. Чтобы я понимаю Библию, чтобы понимать всю Библию, что это такое. Можно сказать, я разделил её на четыре части. Не я разделил, я... Как это правильно сказать, Ирочка? Да. Четыре части. Первая часть Библии, это первые две главы бытия, где всё было идеально, был рай. Согласны или нет? Первое сотворение человека. Первое, то, что Бог сотворил человека, мечта его была. Он создал человека по образу и подобию своему. Создал землю. Всё было идеально. Бог назвал это что? Весьма хорошо. Слово весьма хорошо, в переводе с еврейского, обозначает слово тофб. Это еврейское слово тофб означает превосходство, процветание, радость, довольство, ярмарка чудес. Там нет нищеты, там нет страданий, там нет уныния, там нету этого ничего. Там полное процветание. Бог создавил процветание. Радость, мир, довольство, внутреннюю гармонию. Всё было хорошо, идеально. Согласны с этим? Читая бытие, это самое оригинальное. Там не было ещё ничего. Там, извините, даже постаровки не было. И было всё хорошо. Там не надо было бы входить в духе к Богу. Бог общался с Адамом. Адам, как дела? Прекрасно. Ну, что ты грустишь? Ну, называю животных именами. Ну, я вижу тебе, животное не подойдёт тебе, подруги не найдёшь. Давай я тебе подарю Ему. Хорошо. Как сад мой. То есть, идеальные отношения. Никаких проблем нету. Согласны? Рай. Прекрасная картина. Мир, радость. Никакого чувства вины. Никакого чувства, знаете, стресса, осуждения какого-то. Знаете, Адам ходит, знаете, мучается. Что же мне делать? Как мне к Богу прийти? Наверное, я не достоин. Всё идеально. Вообще, мы просто идеально. Рай. Потом, что пришло? Вторая картина. Пришёл грех. Пришла проблема. Пришло падение. Библия об этом очень много говорит. И проповедники. Пришло это, да? Человек упал. Закон. Моисей. Израиль. Евреи. Пустыни. Старозаконие. Числа. Ей пророки. Давид. Короче, такая история. Тёмная эра человечества. Правильно? Никто не может оправдаться. Постоянно эти жертвы. Кров проливается. Баранов режут. Голубей. Печёнки. Селезёнки. Просто кошмар. Что делать вообще? Просто вот такая эра. Нет правильного. Люди режут друг друга. Отвоёвывают землю. То есть целая проблема происходит. Это 200 тысячи, тысячи лет. Ной. Содом и Гамора. Авраам. Куча всего. Но потом происходит третья картина. Две тысячи лет тому назад приходит Иисус Христос. Аминь. Третья картина приходит. Это рождение Иисуса Христа. Когда пастухи сидели и вдруг ангелами явились и сказали такие потрясающие вещи. Наступила третья эпоха. Радуйтесь. Ныне в городе Давидово родился Спаситель. Благоволение ко всем людям. Приходит новая эра. Вы знаете, понимание времени, я сейчас дам такой обучающий момент, понимание времени, это мощнейшая сила. Если мы поймем, что такое время, это одна из мощных сил. Время даже, оно дает определенное, оно подталкивает Бога в действие. Понимаете? Когда мы понимаем время, то Бог, можно сказать, вынужден действовать иногда. Почитайте Писание. Иисус говорил, пойдем туда. Он говорит, не время. Не время. Всегда вопрос времени. Так вот Исаия сказал, прежнее время, он пророчествовал. Оно умолило землю. Но последующее новое время, что оно сделает? Возвеличивает. Возвеличивает. И с приходом третьего времени, 2000 лет, произошла новая эпоха. Третье. Иисус Христос на Христе разделил это время. И приходит четвертая картина. Это мы во Христе. Что произошло в четвертой картине? Вот видите эти четыре картины. Первая картина, вот она здесь. Рай. Все хорошо. Видите? Давайте вот здесь. Все хорошо, идеально, красиво. Адам, благословенный, с Евой, живут вместе. Благословенные. Мечтают, радуются. В постоянном присутствии Божьем. Разговаривают с Богом со своим. Задумка Бога, она свободная. Есть дерево добра и зла. Есть дерево жизни. Они свободны. Бог доверяет им. Но вдруг происходит падение. Падение произошло. Но Бог, Он не перестал. Мечта Бога так и осталась. Бог также мечтал восстановить своих детей. Он также мечтал, чтобы рай был восстановлен. У Него образовался план. Он послал Иисуса Христа. Для чего? Чтобы восстановить то, что было вначале. И вот третья картина. Вот эта вторая картина, где было падение. Где было долгое время, когда должно было исполниться пророчество. И должен был родиться Мессия. Но вот Он родился, Иисус Христос, 2000 лет назад. И наступило четвертое время. Четвертая картина. Это время Нового Завета. Это очень важно понимать. Чтобы вы видели Библию всю. Чтобы вы не путались. Поэтому Павел сказал, когда он это понял. Что он жил в эпохе этого второго времени. Он жил в этом законе. И когда он понял, что сделал Иисус. Что он сказал? Все, что раньше я почитал. За ценности. О чем он говорил? Он говорил, что это второе время. Закона. Время этих жертвоприношений. Но когда он понял эту жертву абсолютную Иисуса Христа. И он понял силу благодати. Он сказал, что это все мусор построен с тем, что Бог нам дает. И поэтому он сказал, кто во Христе? Кто во Христе? Тот что? Новое творение. Тот какое творение? Новое творение. Древнее. Древнее. Что древнее? Прошло. Почему оно прошло? Почему оно прошло? Потому что древнее не было достойно нашей жизни. Бог никогда не сотворил человека жить как животное. Как попрошайка. Как человека второго. Бог никогда не творил его. Вы понимаете или нет? Бог сотворил человека по образу и по подобию себя. Он сотворил из себя. Он родил человека в Едемском саду. Из самого себя. Из самого себя родил. Он не родил. Потом он взял землю и создал нашу плоть. Но первое Бог сотворил человек из самого себя. Он не сотворил нас из собак, из кошек, из обезьян, из звезд. Он сотворил нас из самого себя. Почитайте первое и второе бытие. Это истина. И поэтому у него всегда было желание вернуть нас куда? Обратно в свою мечту. Это очень важно понимать. Потому что Павел поэтому сказал, что вы хорошо шли, кто остановил вас. Потому что в бизнесе, в любом деле, главное мышление. Если у человека мышление падшего грешника, ему деньги не помогут. Если он не понимает, кто он и в какое время он живет. Что прежнее время, оно умолилось людей. Потому что да, был грех. Но новое. Родился Мессия. Оно возвеличивает людей. Оно поднимает людей. Оно делает людей другого сорта. Библия называется новым творением. Новым творением. У которых древнее все прошло. Азиал говорит, нет, не прошло. Ты же прошло. Первое, что Бог сказал, когда пришел к Адаму, когда его не оказалось. Он пришел к нему в один день. Все идеально. Все хорошо. Все Бог ему дал. А Адама нету. Он спрятался, испугался. Он говорит, где ты, Адам? Он говорит, я боюсь, я голый. И первое, что сказал Бог человеку, кто тебе это сказал? Человековое существо, мы что-то себе говорим всегда. Мы говорим какую-то информацию себе. Ну, правильно? Мы же постоянно себе что-то говорим. Или нам кто-то говорит. Какая разница? Кто бы нам ничто не говорил, мы в первую очередь сами себе говорим это. Мы можем принимать информацию, мы можем ее отвергать. Правильно? Так и сегодня то же самое. Сатана может прийти и сказать, не прошло у тебя древнее. Вы должны сказать, древнее, вот оно все прошло. Поэтому Иисус всегда говорил, помните, Он всегда говорил, что а вначале не было так. К Нему пришли, помните, женщина пришла, и мужчины пришли, чтобы разводиться с женой. И говорят, Моисей же разрешал людям, Моисей же разрешал людям разводиться. По причине, по-причине, по-любам. А что Иисус сказал? А, вначале? Так не было. Вначале, говорит, так не было. У вас разводы, и вот эти в голове дурят, потому что вы вообще не понимаете, в какое время живете, кто вы. Потому что у вас в голове какие-то разводы, какие-то, как больше заработать. Ну, понимаете, то есть вы пропитаны информацией не истиной. Поэтому нам, как бизнесменам, как предпринимателям, нужно пропитаться истиной, первоначальной, оригинальной информацией. И она сделает нас свободными, вот этого древнего, от всего того, что сегодня нас порабощает. Это вас готовлю, сейчас мы от нескольких принципов возьмем из первоначальника. Ну, это как преамбула, вот наши, ну, такие две базовые вещи. Первая истина, это первоначальная информация. Если вас будет сегодня от вас, не вежит вас убегать, вы его не держите. Хорошо? Что вас может поменять на мышлении? Аллилуйя. И второе, вы видите всю Библию, увидели, вот она вся Библия перед вами. Рай, все хорошо, стало все плохо. Иисус Христос. И новая жизнь во Христе. Я новое творение. Как Христос воскрес из бертвых и слава Отца, таким мне нужно теперь ходить. Какой? Какой жизнью? Обновленную. Не старой, обновленной жизнью. Ибо Он одним приношением. Что? Что одним приношением? Что Он одним приношением? Все у нас совершенны. Какими нас делали? Нас совершенными. Вот это да, что это вы о себе думаете? Мы несовершенны, мы молимся же. Мы же молимся, Господь, мы несовершенны. Ну ты, ну что, мы же пропитаны информацией. Что это вы такое говорите? Это не первоначально. Мы не месть. Мы же пропитаны как-то так духовным, в кавычках. Бог творил несовершенного человека. Нет. Бог никогда не отказал от своей мечты. Даже Адам упал, Он послал Христа, чтобы вернуть нас в свою мечту. И Он одним приношением навсегда сделан нас совершенными. Хоть мы это и не чувствуем. Почему ничего? Потому что мы пропитаны бредом всяким. Как мы можем чувствовать? Если мы сами себя прибиваем каждый день. Что вообще? Скажите, Господь, скажите, одним приношением. Одним приношением. Он навсегда. Он навсегда. Вывел меня. Вывел меня. Из этого греховного века. И сделал меня. Он сделал. Бог. Бог сделал. Сделал меня. Совершенно. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пропитайте себя этими вещами. Это истина. Это не просто какая-то, знаете, вот идея. Это истина. Евреям 10 глава 14 стих, по-моему. А почему у вас совершенство пришло у нас, как вы думаете? Если бы на Иисусе было хоть одно пятное порока, оно бы перешло на кого? Почему в Ветхом Завете нельзя было животное с пятном одним даже приносить жертву? Потому что тогда это считалось бы греховным, да? Тогда бы этот порок перешел на норок, правильно? Но Иисус Христос, вот Агнус идет, святой и чистый. Святой и чистый, который берет на себя грех мира. И Он без пятна и порока. Совершенно. И Его совершенство перешло на нас. Мы никогда... Послушайте, я иногда спорю даже с людьми религиозами. И говорю, послушайте, вы никогда не сделаете себя совершенным. Или покажите мне вашего гуру, который достиг. Иисус Христос навсегда сделал. Начинайте, если усилия подобрать, то поверить в это. Говорить себе. Хоть и не будет получаться. Потому что, ну, мозг пропитанный, не знаете. Уклонись от простоты. Я не совершенная жена, я не совершенный бизнесмен, я не совершенный, я не совершенный, мне нужно смиряться, мне нужно... Слушайте, начинайте включать свет. Одни приношения. Он сделал меня совершенно. Да, я делаю ошибки, да, у меня что-то не получается. Но я совершенный предприниматель, управленец. Вы начнете... У вас начнется по-другому, вы по-другому все будете делать. Это истинно. Она сделала вас свободами. Нельзя в голове, чтобы у вас и черти там жили, и истина. Это непонятно что. Это шизофрени, самоубийство. Это верующие к этому хопперке. От них люди убегают, шахают. А знаете истину? Делаем вас свободами. Истина сделает вас свободными. Иисус говорит, я будь. И вот тоже говорили, ты чего себе делаешь равным Богу? Я и Отец. Что? Одно. Я и Отец. Одно. А разве не знаете, что вы храм Бога живого? И Дух Святой живет в вас. Хамилуя. Сам Бог, Хозяин Вселенной, живет в вас. В вас живет. Как вы можете потерпеть неудачу? Как вы можете быть несовершенными? Как вы можете рисковать, если сам Бог живет в вас? Вы с ним неповедимы. Возвращения риска больше нет. Давид в Ветхом Завете, с пониманием Ветхого Завета, вот этого греховного завета, где был Ветхого, он и то, понимая это, башку Голиафа снес. Чтобы был он уверен. Он когда пришел к Голиафу, он не пришел рисковать или умереть на поле, знаете, мучительной смерти. Он пришел, и он говорит, что мне будет за то, что я убью Голиафа? Вы понимаете? Самоуверенность. Хвостун. Впендрежных. Братья сказали, ты что вообще? Чего ты пришел сюда? Мы тут вот 40 дней уже готовимся. Готовимся. Вы готовьтесь, придурки, говорит. Вы еще 10 лет будете готовить. Вы истину не знаете. Поэтому вы рабы. Подготовлены. Поймите меня правильно. Я сейчас не в плане хочу что-то... Я в плане, чтобы мы позднее познали истину. Чтобы мы вооруженным новым мышлением делали дела Божьи. Чтобы мы не позор несли в наши города после фестиваля. Понимаете? Не какой-то колхоз рассвета религиозный очередной. А жизнь настоящая. Я об истине детям говорил. И все дети аплодировали. И учителя. Что знание истины сила. И рассказал им истину. В школе. Великолепно. И пришла жизнь. Точно вот как вам. Потому что они думали, что знание. А истинные знания их в школе не учат. Первый принцип. Первоначальная информация давайте. Для чего Бог сотворил человека? Для общения. Пишем дальше. Для общения. Только пожалуйста не пытайтесь сказать как правильно. Говорите как есть. Для общения. Дальше еще давайте. Наслаждаться жизнью. Общение. Наслаждаться жизнью. Царство. Владимир Бог. Царство. Что? Чтобы славить Его. Славить Его. Что еще? Господствовать. Господствовать. От друга не воскликнулся. Помогать. И собрали Бог человека, чтобы Он славил Его. Давайте откроем оригинальную информацию. Для чего Бог сотворил человека? Да. Читайте. Сотворим человека по образу нашему. По подобию нашему. И это что? Владычествует. Первое, что Бог сказал человеку, когда Его творил. Понимаете? Можно было целый провести семинар. Что такое цель? Ну что, как говорил тоже Глеб на молитве по всеми утром. Бог есть Бог цели. Если человек не понимает цели, злоупотребление что? Неизбежно. Вот почему мужчина не понимает, для чего Бог дал вам женщину. И они злоупотребляют. Мужчина. Бог вам дал принцессы. Чтобы вы их одели хорошо, поставили в угол и сказали. Прекрасно выглядишь, малышка. Правильно? Вам Бог дал принцессы своих. Ну это шутка такая. Это чтобы женская поддержка дать. Люди не понимают. Вы понимаете, ну, действительно мы можем думать, что Бог сотворил человека для чего. Разные вещи. Первое, что, это не мои слова, для чего Бог сотворил. Сотворим человека для чего? Для владычества. Пусть он что? Владычествует. Что слово владычество, вы понимаете? Это слово быть управленцем. Контролировать, управлять, быть менеджером. Скажите, Бог сотворил менеджера. Бог сотворил менеджера. Вы понимаете, это истина. Нам кажется, что Бог сотворил, чтобы мы, да, ему поклонялись, ему служили. Да, я не буду об этом сейчас говорить. Но первая картина, бытие. Для чего нужно было все это поклоняться, служить, делать? Чтобы нам познать истину. Но какая истина? Для чего Бог сотворил человека? Иисус об этом очень много говорил. Он говорил, царство Божие подобно хозяину дома. Вышел, он раздал деньги. И один принес прибыль, второй принес прибыль, а третий принес ничего. И что, хозяин, когда принес прибыль? Радовался, когда приносили прибыль. Хороший менеджер. Вот почему мы приносим прибыль, Бог радуется, а верующие слятся. Серьезно? Иногда даже, как ты называешь какие-то цифры, или говоришь, вот я в этом году заработал 3 миллиона долларов. И радости как-то мало. Смотрите, гад ты. Богу служить надо. Понимаете? Вы понимаете? Так и есть. Так и есть. Бог радуется, а верующие плачут. То же самое. Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего. Так возлюбил. А верующий ненавидит мир. Отгордился от него. И думает, что мы лучше их. А Бог так их возлюбил, что отдал сына своего. Так Бог любит мир. Он так его любит, что отдал сына своего за этот мир. А мы любим церковь. А Бог мир любит. А мы в церкви спрятались и любим церковь и собрание наше. Сейчас не критикуют церковь. Мы должны видеть, ну, Божье сердце, его мышление, его, 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 в Боге, в его понимании мы истину открываем. Итак, быть менеджером, это от Бога или это просто как? Первоначальное намерение Бога какое было? Владычествовать. Почему для бизнесменов нету верующих? Почему даже неверующие бизнесмены успешнее нас? Потому что они не понимают, выполняют этот закон успех, менеджерами становятся. Учатся этому. Потому что для нас это не духовно. Нам кажется, что что-то делать, быть менеджерами, быть предпринимателями, быть бизнесменами, что-то делать, это не духовно. Вот духовно, это что-то в церкви делать. Поэтому живем в бесовских городах, на бесовских дорогах ездим, на каких-то дебильных машинах, в каких-то дебильных квартирах живут люди, верующие. И говорят, все хорошо. Не это главное. Правильно же, да? И никто не говорит, отдай назад. Вот же нету откровения, нету страсти, что быть менеджером это духовно. Почему это духовно? Бог для чего создавал человека? Владычествовать. Помните, Исаия пророчествовал, что он говорил, Исаия? Ребенок родился нам, нет, или сын дан нам. Сын дан нам. И что он сказал? И он несет на своих плечах, равенах, что он несет, этот сын. Исаия, что он несет? Крест. Он несет, он несет измерение, что он несет людям? На своих плечах, на своих раменах. Коромыслы у него на плечах. И он, Исаия, он несет этот сын Божий. И Малуил, Иисус, что он несет людям? Что на раменах его? Златычество на раменах его. Он говорит, снимите из себя бремена, которые на вас положили, неудобно носили. И возьмите мое игорь, я принес вам на своих раменах, на своих плечах. Мое бремя. Мое игорь. Что это за бремя? Что это за бремя? Владычество. Это истина, говорит Исаия, посчитайте. Владычество. Я хочу вам дать владычество. Что он потерял, Адам, в Едемском саду? Владычество. Что он потерял? Владычество. Что принес Иисус на эту землю нам? Владычество. Власть. Адам не терял небо или ничего другого. Он потерял владычество. Он потерял владычество. Иисус пришел, чтобы дать нам владычество. Владычество это быть менеджером, управленцем. Иисус менеджер, запомните это. Поэтому ему нравятся притчи про тех, которые хорошо менеджируют. И про тех, кто плохо. Он говорит, кто плохо менеджирует, кто плохо управляет. Тех, что он сказал. Летяи. И лукавые люди. Ленятся и еще лукавят, рассказывают нам. Это не духовно. Под задом, под тыкло. Вы понимаете меня? Я менеджер, я занимаюсь бизнесом 20 лет. Я знаю, как на меня косятся, говорят. Мамона, деньги. А Бог радуется, когда мы хорошее предупреждены. Водим радость господина. А братья переживают. Грустя, чего-то. Бог сотворил человека, чтобы он что? Владычество. Скажите, владычество. Владычество. Да, входит вас в это истинное? Да. Это первоначально. Я сейчас не говорю вам о Ветхом Завете, что там вы видите разницу. Я говорю оригинальной информации. Что такое истина? Первоначальная информация. Первоначальная информация. Что у брата прочитал, даже я? И сотворим себя человека, пусть он что? Владычество. Владычество. И чтобы он владычествовал, я ему дам свой дух. Дух владычества. Аллилуйя. И поэтому Иисус царь кого? Царей. Он не царь бомжей. Он царь царей. Он Господь. Господствующий. Мы менеджеры. Скажите, я менеджер. Я менеджер. Я менеджер. Я менеджер. Менеджер. И это духовно. Это духовно. Понятно, что вас никто не оценит. Вам не будут, может быть, как пасторы, руки все аплодировать, пожертвования для вас собирать. Но быть менеджером, это духовно. Я думаю, что о чем Глеб говорит, молится вся эта конференция. Чтобы мы бы уехали и по-настоящему с менталитетом, с мышлением другим начинали бы владычествовать и быть менеджерами на этой земле. Над всем. Деньги это что? Деньги это бумага. Согласны? И к сожалению, бумага или дерево владычествует сегодня над людьми. А Господь сказал, ты должен владычествовать над деревом, над птицами, над животными, над металлом. А сегодня машины, которые сделаны из руды, из земли, владычествуют над мужчинами. Алкоголь, который сделан из винограда, владычествует над мужчинами и женщинами. Трава, которая растет, владычествует над нашей молодежью, и они наркоманы. Над нами ничего не должно владычествовать. Мы должны владычествовать над этой землей. Вы понимаете, как это сильно? Мы не должны только владычествовать над кем? Над человеком. Над человеком. Там в списке человека нет. А мы хотим владычествовать. У нас же дух есть, поэтому мы друг друга убиваем. Поэтому мужчины и женщины дома лупят. У них же внутри дух-то есть, они же только приняли. Владычество приняли же. А объектов нет. Работать не хотят. И лодери, и лукавят. Не хотят. Это бизнесмены. Я духовный человек. Владычество – это самая духовная вещь. Только своим постарям так не говорите, потому что меня, подумай, на брата обидится. Поймите правильно меня. Но владычество все равно человек будет. Но будет только над людьми. Людей нужно что? Любить и уважать. Скажите, вы не видите друг дружку, я тебя люблю, уважаю. Скажи, я свою энергию потрачу. В своем городе сделаю. Я сменеджирую лучшие вообще проекты. И когда вы будете двигаться в этом даре, в этой истины, вы посмотрите, что все остальное, все остальное, я простой человек, я не, ну, можно сказать, ну, но когда я это понял, я начал жить в этой жизни. Все остальное, я живу в стране, ну, в такой, ну, сложной политической, но когда я начал понять эту истину, я, наверное, стал свободным. Я не вхожу ни о правду, ни перед кем, что и как-то, я знаю, и я вижу, что Бог радуется, когда я владычествую, когда я управляю, когда я менеджирую. И все остальное, чего люди ищут, в том числе и верующие, особенно деньги, все оно прилагается. Я вам свидетельствую, не то, что вот, вот моя жена сидит, я владычествую над деньгами. Запомните, когда вы будете владычествовать, вы будете жить в предназначении. Когда что-то будет над вами владычествовать, это будет вас угнетать, и вы будете рабами этого. Поэтому познание истины, а в чем истина? Я менеджер, я сотворен для владычества. Иисус принес владычество на раменах своих. И Он сказал, снять с меня все бремена недобностные и взять Его иго, Его благо. Какое? Крест. Он на раменах не крест принес, а владычество. Вы понимаете? Ну, тяжело, конечно, да? Нет, если бы какой-то гуру достиг бы, совершенствовать все это, я бы сказал бы да. Но я за 17 лет ни одного не нашел такого. Но я знаю, что Иисус Христос сделал что-то настолько большее, что я чем больше понимаю, тем больше я потрясен, смирен и говорю, слава Тебе, Боже. И здесь слава не мне, а моему Господу Иисусу Христу. Это единственное основание. Это единственное основание, которое вернуло меня в первоначальную картину, в Божью мечту. Где Бог, я с Богом, я, извините меня, ну, как вы объясните? Ну, не то, что не прорываясь, неправильное слово. Ну, поймите, я правильно. Как дела, Юра? Хорошо, отец. Ну, как ты, ну, вот так вот. Мы работаем, мечтаем, двигаемся вместе. Понимаете меня? Итак, Бог создавал человека для какой цели? Владычество. Давайте скажем, владычество. Владычество. Быть менеджером. Быть менеджером. Управленцем. Управленцем. Почитайте все, я управленец. Я менеджер. Я менеджер. 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 Я менеджер. Я менеджер. Спрашивают, какое у тебя служение? Менеджер. Менеджер. Нет, как дела? Ну, я там занимаюсь бизнесом. А какое у тебя служение? Ну, я вот у бизнеса занимаюсь. Ну, а служение у тебя какое? Ну, знаете, у меня служения вот нет. Скажите, я менеджер. Скажите, я менеджер. Я менеджер. 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 Самое духовное звание. Самое. Я недавно узнал, знаете, что в Европе раньше было слово предназначение и призвание относилось только к священникам. Потом, не помню, вот эти реформаторы наши, Каллин, Лютер принесли, что человек, который сеет хлеб, выращивает, он имеет такой же статус, как и священник А потом через какое-то время они поняли, что тот, кто выращивает хлеб, он выше статуса, чем священник Вот почему у людей пришла страсть, они сделали Европу, как она есть Европа Это другой вопрос сегодня, как мы там, она Европа плохая, убитая, это вообще другой вопрос Вот что убитая дорога сюда, в Казантибе, это вообще факт Тут не надо далеко ходить И верующие по 100 тысяч долларов в машинах ездят, а дороги убитые И кафе, я не знаю, как называется, обрыгаловка То есть съел и отравился Вот это вот факт А мы говорим, пойдем в Европу, очень вижу, пойдем в эти умы, себя в городах сначала Халалуи Всем пересмотреть собачье сердце и речь профессора Преображенского С чего начинается разруха? Обязательно Понимаете, в чем дело? Менеджеров нету Много пасторов, много молитвенников, много пророков, много апостолов А менеджеров нету Господи, где менеджеры? Где мои управленцы? Где мои люди, через которых я буду царствовать, влиять? Как говорит Глеб, прямое правление Иисуса Христа Где они? А мы думаем, что менеджерами не надо быть Это, ну так знаете, это так Деньги, зло это вообще, менеджерам Все такое Так, как-нибудь, тихонечко Стырю где-то там, туда-сюда Где-то мне помогут Где-то украду Где-то откачу Где-то благословят Халилюя! Лукавый ленивый раб Иисус говорил этим людям Халилюя! В Японии я даже слышал, что если ты не приносишь прибыль, есть национальная идея Ты делаешь преступление перед обществом Предприятие, которое не приносит прибыль, это предприятие, которое грешит против Японии Предприятие, которое не приносит прибыль, это, ну, предприятие, которое, ну, гордится Японии А мы выросли в этих бесовских, в этих учениях Мальчиша-кибальчиша и буржуины Вот мальчиш-кибальчиш, а буржуин гадает, буржуй За варенье печенье продал родину Вот кибальчиш летят самолеты Салют мальчишу Храбы летят Салют мальчишу Кибальчиши Выкиньте тут дурь из головы Аллилуйя Скажите, я менеджер Я менеджер Я менеджер Я менеджер Управлениц Управлениц Это духовно Это духовно Что Бог знает, ради чего меня сотворил Аминь Бог сотворил нас такими Мы просто прикидываемся А потом на домашних отрываемся Свое менеджирование Да? Конечно Бог сотворил нас Если Бог сотворил холодильник То Ему трудно будет показывать телевидение Если Бог сотворил нас Управленцами Менеджеры Господствовать Ну как мы с этим можем жить? Как мы с этим можем жить? Партнеры мои Вы проснетесь, когда ты или нет? Или я один здесь буду работать с вами, а? Аллилуйя Аллилуйя Мне уже хватит зарабатывать Мне уже неинтересно А питованная земля ждет нас Аминь Нам нужны менеджеры Аллилуйя Хочу вам сказать, там нету ни молока и меда Там только корова и пчелы Аминь Коров нужно таить За пчелами будем ухаживать Улья строить Собирать сотый мед В банку покупать Продавать Аллилуйя Аллилуйя И вы будете проповедовать во всех школах Потому что вас будут везде приглашать Хорошие менеджеры Везде нужны Везде А от религии уже мир устал Да не точно Ладно, о добавленной стоимости не буду говорить Второй откроем принцип Это бытие вторая глава Второй принцип Очень важный Этот принцип изменил полностью мою жизнь И сейчас фраз изменится Сколько времени? 24 Ага Хорошо Ну мы хотя бы Мы хотя бы А мы вечером продолжим Мы хотя бы Раз два Раз два Ну хотя бы несколько принципов Ну это базовые такие Ну вы поняли? Ну что такое истина? Вот вы в желтом Не смотрите Вот что запомните Так Правильно Молодец Давайте отметим Молодец Двои миссии Если у тебя Если у тебя в друге какие то трудности Ты чувствуешь что ты заблудился Где ты будешь искать информацию? А где первоначальная информация в Библии написана? Путия Один-два И еще Иисус Христос много говорит об этом Это первоначальная информация Аллилуйя Правильно Какие картины у нас? В Библии говорит О каких картинах? Как Библии Из каких картин состоит Библия? Не подсматривать Все хорошо Все хорошо Рай Потом грех Грех Стало все что? Плохо Плохо Все депрессия наступила И мы в этом живем Все плохо Хуже быть не может Потом Потом Иисус Христос Еще хуже стало Да? Потом пришел Иисус Иисус И что сделал? Искупил нас Искупил нас от всего От чего искупил? От правильной информации От плохого искупил? От плохого К плохому Да? Нет К очень хорошему К очень хорошему Аллилуйя Кто во Христе Тут новое творение древнее прошло Теперь все новое Аминь И написано От Бога А от Бога не бывает ничего такого вот Ну дорога как мы ехать сюда Это не от Бога Да От Бога такого не бывает Если бы прораб был от Бога Он бы бетон не воровал Понимаете? Да От Бога сегодня нужны менеджеры Управленцы Политики Нам не интересно будет просто в церкви сидеть Свои попы отсиживать Но страсти нету делать бизнес Потому что мы не уверены до конца от Бога ли это Согласитесь? Да Молиться Поститься Что-то делать бесплатно Мы готовы 24 часа в сутки Но заниматься бизнесом Быть менеджерами Ну знаете, какой-то страсти нету У меня одна знакомая Женщина Она говорит Юра Если бы я только сказал на своей домашней группе Сколько я зарабатываю У меня бы Все У меня бы в ход захотел бы Один раз Один знакомый сказал Узнал сколько он десятину сдает Так говорит На меня все начали смотреть по-другому Домашней группе Тут был свой парень рубашка Начал хорошо менеджировать Естественно Пришло что ему? Многословение Написано в Библии Написано в Библии Что Человек если хорошо работает Если он трудится То у него будет всегда прибыль Это отдельное пробование Что такое Как трудиться А он трудится хорошо Прибыль приносит Приносит деньги А люди увидели его десятину А их его десятина была Их не годовая зарплата А они на них в суде лежат Приткнулся Гад ты С людям В голоде Мучаешься А ты тут сволочь Зарабатываешь Что больше машину дорогую купишь? Человек просто смущен Я сам честно говорю Я сам Я хочу сказать Я долгие годы Я зарабатывал очень много Ну спросите моей жены Она как узнала Сколько я зарабатывал Она говорит Слушай Юра А где деньги тебе? Я миллионы долларов зарабатываю Понимаете? У меня не то что У меня Я в те времена Миллион долларов У меня были обороты Миллионы Это там 15 лет назад Понимаете что такое было? Сейчас миллион долларов не такое И я как будто боялся этих денег Я как будто боялся что это не духовно Вы понимаете? Серьезно? Вот Наташа Васильевна 15 лет мой секретарь Мы как будто боялись Мы как будто Знаете Как будто это что-то Как будто Знаете на самом деле Деньги имели господство над нами Хоть мы прикидывались такими бедными Не мы над ними Суда деньги Служите Вы понимаете в чем дело? Это какое-то невежество Мы должны преодолеть его Ни в коем случае Чтобы мы много не зарабатывали И мы не стали Поклоняться деньгам Потому что Есть другое искушение Ну я об этом не буду сейчас говорить Когда мы будем много зарабатывать Вы чувствуете что зарабатывать просто вообще? Поднимается у вас внутренняя энергия? А? Да У кого поднимается? Аллилуйя Потому что энергия приходит на Слово Божье На его волю Второй принцип Второй принцип Очень внимательно слушайте Это просто Бомбовой принцип Который вообще изменил мою жизнь Это второе бытие Можно Четвертого стиха Оригинальная информация Да? Оригинальная? Да Оригинальная Нету здесь бесов Чертей Твердынь Нету никого И все хорошо Ну потрясающе Все хорошо Бог и человек Человек управляем садом Едемским У него есть женщина Есть Детки Все хорошо Но детки у него потом появились А может до этого я не знаю Не буду в этом надеть А сейчас Смотрите Очень важный принцип Вот происхождение неба и земли При сотворении их В то время когда Господь создал небо и землю Вот оно И всякий полевой кустарник Который Он создал Которую еще не было на земле И всякую полевую траву Которая еще не росла То есть Бог создал все Все Но оно что-то не росло Он создал Но оно не росло Почему оно не росло написано? Потому что Нет Потому что Господь не послал дождя на землю То есть все растет Все Создано Создано Но Бог не посылает дождя Почему Он не посылает дождя? Конечно не было человека Потому что Кого не было? 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 Менеджера Хаммелью Человек-то был Много кто был Много кто был Но Менеджеров не было Хаммелью Я вообще не уйду сейчас отсюда Вы еще поняли что я здесь сказал или нет? Да Пить будем всех вас Изгонять дуть с головы сошли Все уже есть Друзья мои Братья Все просто Делег Миллиарды есть Все создано Но Бог не посылает дождь Он не дает сегодня эти множественные деньги Потому что У тебя мышление не менеджера У тебя мышление потребителя У тебя мышление Просто рабское Как можно Зачем тебе дождь? Зачем тебе деньги? Деньги не сделают Деньги не сделают Нищего человека богатым Деньги не сделают Просто Человека Богатым Запомните Деньги не сделают вас богатыми Если у вас деньги Вы попали случайно Сожгите или выкиньте их Или отдайте их Никому не отдавайте Потому что еще хуже сделать Деньги вообще не отдавайте Вы понимаете? Вот сотворение неба и земли И всякий полевой кустарник Всякий бизнес Бог создал Всякую траву Которую еще не было на земле Потому что Бог не вызывает дождь Почему? Нет управленцев Потребителей много Но менеджеров нету Хамы люди Друзья мои Где вы менеджеры? Денег очень много Вы не представляете Сколько денег много Мне сегодня звонят Мои приятели Даже с Америки Даже люди Которые раньше не верующие Говорят Юра Любые деньги Вкладываем Давай все что угодно с тобой делать Любые деньги Потому что менеджеров нету Варюги Хапуги Потребители Кто угодно Общество растет Но менеджеров нету Которые бы С духом Бога Занимались бы Менеджментом Управлением Маркетингом На этой земле Нету Нету Ищите царство Ищите первоначальной информации Какой? Что Бог создавал менеджерами нас И все остальное Что все Дождь Который прольется на вас Финансы Связи И всякая полевая трава Всякий бизнес Который Бог создавал Он вырастет в вашей жизни Это не просто Это истина Это не просто Вот я вам рассказываю вещи Роберта Киосаки Или там Каких-нибудь еще Это истина Это божье Это истина Ну что вы меня вас учите Планирование сейчас Сейчас Янед будет вас учить планирование Он будет вас развивать Как менеджер Чтобы вы Свою энергию Потому что Если он будет вам рассказать О бизнес-проектах Но у вас не будет страсти Духа Что это от Бога Вы будете так вот все и делать Ну максимум в случае Ну надо же Гроши зарабатывать Миллиардами Зарабатывать Миллиардами Миллионы Это уже все Вчерашний день Я 15 лет назад Миллионы ворочал Не знаю этих вещей Я не знаю вообще Как мне Бог давал дождь Просто по милости своей Просто вот ну Ну вот ладно Все таки детей Наверное много у него Не знаю Просто по благодати Потому что нельзя было дождь давать мне И он мне на два года Перекрыл дождь всякий Чтобы я понял истину Чтобы я начинал Стал менеджером Новым Осипом Духовным предпринимателем Управленцем Управленцем Вот происхождение неба и земли И всякие полевые кусты Которые Бог создал Которого не было на земле И всякую полевую траву Которая еще не росла Потому что Бог не послал дождя По причине Что еще В нас менеджер не проснулся Но 2000 лет назад Иисус Христос Принес на своих плечах Владычество Менеджмент И сказал Ребята Давайте Начинайте управлять Своими городами Ничего не бойтесь А мы говорим А как же это будет Я Денег нету И этого нету И этого нету Вспомните как Мария Когда ей Бог сказал Дух Святой сойдет на тебя А в Духе Святом У тебя будет вся сила И сила Всевышнего Синит тебя Потому что у Бога Бессильным не останется Никакое слово Быть менеджером Это Это не просто сделать бизнес Это Это Реализовать самого себя Это не просто Деньги зарабатывать Это вот Это вот Неправильная информация нам дана Богатые гады Новые русские Малиновые пиджаки Это все Это Поймите Деньги Это бумага Это дерево И оно никогда не должно Нами господствовать Какой человек табак Как и алкоголь Как и порнография Все что угодно Мы должны быть Хозяйными Над этой землей Над всем Кроме людей Если мы не поймем Суть Владычества Над Материальным миром Я вам точно хочу сказать Вы все равно будете Владничествовать над людьми А это уже Безбожие Богом по башке за это даст Над людьми господствовать нельзя Просто забудьте это Людей нужно только любить И уважать Все Больше ничего А вы будете господствовать И рассказывайте Здесь всякие приоритеты Про Моисея Там сказки Рассказы всякие Вы должны управлять Быть менеджерами На этой земле А людьми управлять Хорошо Ну вот Сколько мы Два Два принципа Потом мы еще После обеда Мы встречаться Мы еще дальше Что значит быть управленцем Что такое управление И еще один Ну несколько Ну вот Пока вот два Супруга еще моя Может мы еще поговорим о вере Потому что ну В это же нужно поверить как то Что такое вера Что вы сейчас получили надежду Вы сейчас вам хорошо Но это еще не вера То есть в вашу душу зашло слово сейчас И оно вас как то так вот окрылило Да? Но пройдет время какое то Мы с вами через год встретимся Понимаете? И что будет через год? И вот чтобы через год была продуктивность Мы вот поговорим тоже Уделим какое то время И мы поговорим Как из этого Из этой нефти О чем мы с вами говорили Ой сейчас мы нефть добыли Сделать бензин Потому что нефть если задерживать машину Оно плохо будет Надо бензин как-то сделать Вот Давайте сделаем исповедание Закроем наши глаза Закройте Сейчас никого не смотрите Если ваше невежество Эти религиозные коровы У вас убили Прогоняйте их с своего поля Не надо Они вообще не должны Скажите Отец благодарю себя За то что Адам Потеряв владычество Ты пришел И в Иисусе Христе Ты вернул Мне Лично Владычество Управление Господство Над этой землей Над деньгами Над ресурсами Над металлом Над тканью Во имя Иисуса Христа Это истина И научи меня Использовать мой дар Мое предназначение Для владычества В сфере моего дара Во имя Иисуса Я вижу Господь Что у тебя есть все И ресурсы И деньги И связь Но у тебя не хватало одного Менеджера Вот я сейчас перед тобой Господь Я вот менеджер Нового Завета Я менеджер Послай на меня дождь Пусть произрастет вся трава Все деревья в моей жизни Все мои мечты Все мои видения Все мои просто фантазии Все что я задумал Какое бы оно ни было великое Какое бы оно ни было великое Для тебя не останется без силы Никакое слово Аллилуйя Иисус То есть Иосиф Он видел свои сны У него были великие планы И ты дал ему дождь Для того чтобы все что он увидел Все что он увидел Произросло в его жизни Во имя Иисуса Христа Я благодарю тебя Господь За то что Иисус Привел меня к истине Первоначальной информации Для чего я был сотворен Я сотворен Для управления Я создан для этого Я Бог хозяин Он произвел меня Я не могу функционировать в другом Я только в этом могу функционировать Все остальное Это средства Чтобы не быть хорошим менеджером Мне нужно знать Бога Мне нужно писать Мне нужно молиться Мне нужно познавать истину Чтобы быть хорошим менеджером На этой земле В своей семье В своем призвании В церкви Где бы я ни был Чтобы все что я не делал Оно было имело знак Весьма хорошо Бог Самый лучший менеджер И он родил Не доходяку А от такого же менеджера Классного менеджера И я горжусь Что я менеджер Предприниматель Бизнесмен Продавец Маркетолог Я горжусь этим Я горжусь этим Я горжусь этим Я горжусь этим Я знаю что Бог радуется Когда я реализовываю Свои планы Когда я верой достигаю В воене Иисуса И я войду в радость Свою Господину В радость Я не закопаю ни один свой талант Ничего не закопаю Я все употреблю Всего себя Всю свою красоту внутреннюю Весь свой интеллект Все свое помазание Все свое творчество Реализую Господь На этой земле И как мой отец небесный Насадил рай В саду Едемском Так и я буду наслаждать рай На своем месте В своем офисе В своем городе Рай Рай буду садить Аллилуйя Аллилуйя Они сараи какие то Если я буду делать машину То это будет лучшая машина Если я буду делать дома Это будут самые красивые дома Если я буду делать кино Это будет самое лучшее кино Если я буду производить Материалы строительные Будут лучшие материалы Все будет иметь качество Весьма хорошо Весьма хорошо И тем прославится мой отец Когда мы будем хорошими Продуктивными менеджерами Ваим Иисусом Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе Господу Аллилуйя Аллилуйя Друзья мои Мы ждем вас Я хочу быть вашим партнером Мне нужны ваши таланты Мне нужны ваши деньги Вы мне нужны как менеджеры Вы понимаете Деньги не нужны вообще никакие Все уже Нужны менеджеры Ну Иисусу нужны менеджеры На земле В шоу-бизнесе В бизнесе В медицине В металлургии Везде В дорогах этих дебильных Чтобы не было дорог Вы понимаете Это же ужас какой-то Я еду по Австрии По Италии Там другие дороги Они бездуховные А дороги у них духовные Понятно, что это не самое главное В любом этапе Нужно не потерять Это мы об этом будем говорить потом Об этом вас много другому научить Другие проповедники И другие книжки Ну давайте откроем в себе Менеджеры Сестры Я хочу быть вашим партнером Давайте свои бизнес-планы Давайте свои идеи Давайте Вот мой партнер Янис Янис Нам нужны партнеры, да? Мы сейчас сидели У вас молодых Идеи 20-летних 25-летних У вас мужчине другое Ваши люди создают Ваши сверхники Создают скайпы Гугли Ваши сверхники А вы свои задницы просиживайте Гугли Гугли Вставайте Гугли Вставайте Гугли 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 Аминь Всё, давайте решим Гугли Спасибо Гугли Гугли Время Посмотри Вам на сотни 1,45 Отлично Я до сверху Да Да. Ну да, трудно. Трудно после таких горячих. Но чего поделаешь, кто-то должен говорить об основном, а кто-то о деталях. Я вообще горжусь, что мы с Юрой. Мы с Юрой вместе в следующем году будем преподавать и в нашем колледже. Это у нас есть такая европейская школа бизнеса, аккредитованная в Европе. И мы там вместе преподаем. Так что добро пожаловать к нам. Я сам по отношению сюда достаточно северной страны. Мне здесь очень жарко. Я и говорю так немножко медленнее, наверное, не столь эмоционально. Но это и хорошо, чтобы по деталям поговорить. Я тоже в бизнесе достаточно много. Лет 17. У меня тоже есть четверо детей, но у меня не такой мастер, как Юра. У меня два сыновья и две дочки. Также я действительно очень люблю молодежь. И преподаю в средней школе, и также преподаю в колледже. Именно занимаюсь вопросами развития бизнеса. Мне очень интересно предпринимательство. И вообще русский язык очень хороший. Я тут сегодня о двух словах. Предприниматель – хорошее слово. Потому что он что-то предпринимает. И мне кажется, что вот то целевое назначение, которое... Чтобы заниматься предпринимательством, вам нужно знать свою цель, свою миссию. Но вам это надо знать и в жизни. По-моему, вот это то, что... Почему каждый человек должен быть предпринимателем, если даже он, может быть, не занимается предпринимательством. Но это именно потому, что призвания и миссии – это они исходят, конечно, из Библии. Но вообще в обучении это появилось из предпринимательства. И то, что Юра говорил, вот мы действительно вчера говорили, все время говорим, что вот вы можете посмотреть на нас. Мы старые люди уже. Вот Юра, Глеб, я. Нам нужны молодые люди. Потому что реально те идеи, которые мы сможем использовать и менеджировать, они должны исходить из молодых умов. Все сильные идеи произошли в 20-25-летних головах. И, конечно, все они в основном начинали с продажи газет или еще что-то. Это они учились, как это делать. Но идея первична, и все остальное вторична. Да, я тут немножко расписал. Ну вот, чем я еще занимаюсь и почему я здесь? Вот тот проект, который называют сам проект, это 5 разных номинаций. Это, по сути, есть такая идея бизнес-инкубатора. Какие-то первые шаги. Я надеюсь, что со временем в Украине это будет что-то большое. По сути, это, вот вы знаете, что такое инкубатор. Курицы выращивают, помогают им расти, чтобы они быстрее росли. Так инкубатор это тоже такое место, где могут встречаться молодые предприниматели, приподбодрять друг друга, получать знания у уже настоящих менеджеров и проводить свой бизнес вперед. И поэтому, чтобы получить эту номинацию, я вам и сегодня расскажу немножко о том, как же составить и что важно в таких проектах. Там есть, опять же, есть 5 номинаций, и там какие-то есть социальные номинации. Но поймите, что тогда, когда я делаю социальные проекты, я все равно предприниматель. Потому что я предпринимаю действия к тому, чтобы социальный проект случился или произошел. Поэтому принципы, принципы те же самые. Конечно, когда я занимаюсь социальным проектом, то может быть отдача, отдача, я, например, сею отношения и получаю отдачу в отношениях. Посеял там 100 отношений, получил 1000 отношений. Принципы те же самые, которые в предпринимательстве. Опять мы должны видеть нашу миссию, мы должны видеть нашу визию, цели и расписать это. Ну вот. Значит, мы сейчас найдем фломастер. Здесь его нет. Я бы все-таки хотел его найти. Это наш лучший менеджер, он менеджирует. То, о чем говорил Юра, это самое важное. И, по-моему, он так и сказал. И мы, конечно, и должны менеджировать и наши идеи, и все остальное. Я это называю сверхсмыслом. В принципе, он говорил о смысле. Но почему я его называю сверхсмыслом? Ну, потому что, в принципе, разделить то, чем мы занимаемся каждый день, и то, чем мы должны заниматься всю жизнь. Мы сейчас будем говорить о смысле. Сверхсмысл — это то, что относится к долгому периоду, смысл — это то, что относится к каждому дню. И мне очень нравится это слово русское. Например, на латышском оно звучит странно, но на русском оно очень хорошо звучит и очень хорошо разделяется. Если вы заметили, то смысл — это с мыслью. И что это значит, что, по сути, я каждый день должен жить с мыслью. И чтобы это... Это... В каждом нашем действии должен быть осмыслённый этот смысл. Это по предпринимательству. Вторая вещь, которая очень важна в предпринимательстве, когда мы пишем и думаем об этом, — это, конечно, вера. Я, в принципе, не видел более верующих людей, чем те, которые предприниматели. Потому что, когда мы хотим чего-либо достичь, и кто шёл через это, то то, что мы провозглашаем для себя, вот мы там достигнем, сделаем, то, по сути, нет особо прагматических доказательств того, что мы это достигнем. Ну, представляете, вам даёт инвестицию, тысячи долларов, и вы говорите, о, через пять лет по моему проекту там уже будут крутиться миллиарды. Ну, конечно, это не должно быть как какая-то абстракция, но, с другой стороны, это действительно очень большая вера. Ну, вот, это основа тому, исходя из чего мы должны настроиться, когда мы пишем проект. Значит, любой проект мы, конечно, будем делить на две части. И сейчас именно о том, как мы пишем любой проект. Наверное, многие уже слышали такое слово, как стратегия, да? В любом предпринимательстве, в любом проекте у вас будет стратегическая часть, и у вас будет вторая часть, которая будет называться тактическая. Значит, стратегическая часть – это то, куда вы направляетесь. Долгий срок тактическая. Ну, что мы будем с вами делать завтра или через две недели, когда вернёмся в свой город и начнём это делать. Как вам кажется, какие вещи должны быть в стратегической части нашего бизнес-плана? Вот, ну, мы сейчас должны написать проект. Я видел с утра, там очень многие руки поднимались, что вот уже ясно, какой у них будет проект. Как вам кажется, что вот мы должны стратегически, то, что относится к проекту в долгий срок, должны поставить в проекте? Цель. Цель. Окей, да. У нас сюда, конечно, будут входить долгосрочные цели. Долгосрочные цели. Хорошо, что ещё? Сроки. Мотивация. Наша внутренняя. Внутренняя мотивация. Хорошо, да. Это если мы говорим о проекте, который затрагивает нас, когда мы делаем эту идею, то, конечно, наша внутренняя мотивация очень важна. И одна, конечно, из вещей. Мы иногда можем, конечно, созидать проекты и поднимать людей, но в данной ситуации, когда мы будем писать план на проект, АМ-проект, чтобы, например, получить первый износ или первое финансирование, то, конечно, важно, чтобы мы были в этом проекте. Если мы придём туда, напишем красивый проект и скажем, вот, красивый проект, и реализовывать его будет, вот там у меня есть человек, который его будет реализовывать, вы мне только дадите деньги, то, конечно, такой проект никогда не будет утверждаться. Что значит, что, конечно, внутренняя мотивация очень важна в любом проекте, который вы выдвигаете на первоначальную стадию. Хорошо, что ещё мы могли... Ресурсы. Ресурсы. Ресурсы – это бизнес-план, это будет вот как бы вот всё это, вот всё это мы будем называть бизнес-планом. Ресурсы – это будет больше тактическая часть, и мы её будем относить к такой, как бы, отделу, как финансы. Иркл. Хорошо, что ещё? Ну, представьте, вот, что вы должны себе или другим сказать, когда вы хотите что-нибудь начать. Сроки. Сроки, когда у нас цель, то у нас цели ходят, конечно, сроки. Цель должна быть конкретно измеряема, со сроками. и конечный результат, да, правильно, значит, вопрос, как мы в долгий срок, как мы можем сказать, что это конечный результат для нас. Здесь его называют визией, да, это может быть чисто и визуальная картинка, если вы занимаетесь очень практическим бизнесом, например, веселые пончики, то ваша визия может быть там вагончик веселых пончиков, там, не знаю, на каждой улице или в каждом городе, да. Это может быть, конечно, и очень идейная визия, но это должно быть что-то такое, к чему вы стремитесь и который есть конечный результат. В большинстве случаев это, конечно, будет видимая картинка, потому что у нас есть глаза и легче всего нам это видеть. Хорошо, что еще? Кто-нибудь слышал такую вещь, как миссия? Миссия, вот что у любого проекта обязательно должна быть миссия, которую он выполняет. Хорошо, мы потом чуть подробнее затронем вопрос миссии и что туда входит. По сути, это все то, что вот как бы у нас есть внутренние мотивации, но там должна быть, если мы делаем какой-то проект, то, конечно, должна быть мотивация всех людей, которые в округе. Также должна быть мотивация по отношению к нашим этическим ценностям, и это все входит в миссию. Хорошо, если мы начинаем реализовать наш проект, что нам важно тактически? Что еще нам надо для проекта, чтобы мы могли его реализовать? Команда. Команда. Ясно, это вопросы будут персонала. Я, может быть, иногда ошиблюсь с буквами. Персонала. И, конечно, персонал, что нам важно, когда мы говорим о персонале? Единомыслие — это такой идеологический вопрос и стратегический, а вот чисто практический. Это хорошо, когда мы единомысленники, но если у нас 10 единомысленников встречаются в одном помещении, то у каждого должны быть какие-то свои функции. Умения, навыки, да. Умения делать. Умения, да. Значит, у нас всегда будут, как мы знаем про персонал, во-первых, конечно, у нас должна быть структура. Ну, если мы вдвоем или в одиночку, то структура, может быть, не столь важна, но если у нас уже больше, нам важна структура. И когда у нас в структуре есть люди, то нам, конечно, важны их обязанности. Обязанности. И, наверное, все слышали такую вещь, как ответственности. У каждого человека в структуре должна быть обьянность, ответственность. И что еще хотелось бы здесь? Вот мы берем человека, даем ему обязанности, ответственность. Что мы еще должны ему дать? Сколько мы ему заплатим? Сколько мы ему заплатим. Хорошо, это правильно, наверное, но когда мы пишем бизнес-план, то это, конечно, финансовую сторону. Здесь мы должны дать ему еще и полномочия. Хорошо, это про персонал. Что еще у нас должно быть в тактике предприятия? Целевая группа. Целевая группа. И к чему это относится вообще? Целевая группа чего? Для кого это делается? Ну да, и что это такое? Ну да, про что мы говорим? Ну вот я напишу здесь целевая группа, и что это мне будет. Потребительный. Ну, все, что относится к... Значит, мы знаем два хороших слова. Первое слово нам Юра говорил, это менеджмент, а второе слово у нас маркетинг. Это все, что относится к продуктам. Значит, у нас будет маркетинг, и туда будет входить не только целевая группа, но вообще все, как мы будем наш продукт продавать. Реклама, значит, это будут все наши продажи. Как мы собираемся его продавать? Конечно, сперва мы определим нашу группу. То, что будет наш проект, он, наверное, показывается... Как вам кажется, где он покажется? Наш продукт нашего проекта. В конечном. В конечном. В конечном. Его же надо видеть. Да, его надо видеть. Он будет, конечно, в визии мы, наверное, увидим, но он будет и в миссии. Конечно, потому что то, что мы достигаем, то это вопрос, через что мы достигаем. Хорошо. Что еще про продажи? Такой важный пункт, который нам там надо было бы отметить. Техническое обеспечение. Техническое обеспечение. Ну, наверное, да. Востребованность. Да, в ту сторону, как бы, вот, в сторону востребованности. А? Спрос. В сторону спроса. Я хотел... Это, конечно, когда мы говорим о продаже, анализе, там, рынка, людей, это все мы будем говорить, но что очень важно у нас здесь? Для откупы. М? Для откупы, с которым ты нашел. Хорошо, да. Качество. Вот мы начинаем новый... Представляете, мы начинаем вот завтра делать какой-то новый бизнес. Ну, продавать песок мешками. Спрос. Да, это мы говорили, это в сторону клиента. Представьте, мне завтра надо продать мешок песка, вот отсюда. Доставка. Ну, вот я посчитал доставку, еще что-то. Сделал рекламу, хорошо. Вот, и продам мешок песка за... Конкуренты. И кто определяется, ну... Конкуренты. Конкуренты. Значит, когда мы говорим... Когда мы говорим о новом продукте, и мы хотим там зайти в рынок, мы, конечно, должны говорить о конкурентах. Когда мы произведем какую-то супер-идею, например, Skype или YouTube, у нас есть конкуренты? Есть. Ай-си-кью. 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 Ай-си-кью нет. Ай-си-кью нет. Окей. Мы произведем такой Skype, когда нет ни Ай-си-кью, и нету... Есть ли у нас конкуренты? Нет. Когда мы продаем продукт, у нас идет продажа, то, конечно, самое лучшее, что мы можем для нашего продукта, который есть новый продукт, создать свой рынок. Да, значит, мы ему создаем свой рынок. Вопрос, есть ли у такого рынка конкурентов, который мы создаем? Например, как вам кажется, вот хлеб, он конкурирует, например, с поездкой в Крым? Как вам кажется, например, вот рубашка Nike, она конкурирует с поездкой в Крым? Нет. Ну, значит, хлеб не конкурирует с поездкой в Крым, потому что вам надо кушать, вам некуда деться. Но вот рубашка Nike является прямым конкурентом поездки в Крым, потому что вы можете поехать в Крым просто в хлопчатой бумажной, не бумажной, а хлопковой рубашкой, да? Не покупая рубашку Nike, вы можете набрать денег и поехать в Крым. А если вы купите рубашку Nike, то вы в Крым не поедете, потому что, ну, у вас не хватит денег. Значит, в принципе, продукт, который у вас не является первой необходимости, он будет конкурировать со всеми другими продуктами, которые тоже не являются первой необходимостью. И когда мы создаем нышу нового продукта, мы, конечно, должны понять именно с чем мы будем конкурировать, у кого мы собираемся брать что-то. когда одна из таких популярных инноваций, например, первый был интернет-магазин книг Amazon.com, опять же, нужно понять, с кем он конкурирует. Он, конечно, конкурирует там с конкретными бумагами, с магазинами, которые продают книги. Хотя конкретно прямо найти, что он там конкурирует, это невозможно. Он находится где-то в интернет-среде, у него где-то склады. что еще здесь нужно? Мы пройдемся коротко еще про пункты, потому что вам, если вы пишете, вам это важно. После этого, когда мы это все написали, нам очень важно, конечно, есть одна вещь, это первые два шага. Ну, их называют два, я не знаю, почему два, но ясно, что это не один, это могут быть и больше. Но важно, когда мы написали проект, нам важно, что мы будем делать в первую очередь. Потому что иначе это останется чисто как идея, и она будет висеть в воздухе. Это одна вещь. Вторая вещь, что когда мы говорим о стратегии, и мы делаем свой проект, то это, конечно, очень хорошо, когда мы его делаем там. Вот мы загорелись идеей и делаем в одиночку, но еще лучше, когда мы находим партнеров. Потому что, ну, когда мы вместе с партнерами, тогда мы можем и обсудить, и принять решение. И есть одна очень хорошая вещь, когда у нас есть три партнера. Значит, если вы можете подать, например, проект на АМ проект втроем, то это просто будет опять, наверное, один из плюсиков в глазах той комиссии, которая будет смотреть на это. Почему втроем? Потому что, когда вы подаете вдвоем, и если вы вдруг 50 на 50, то это называется в шахе патовая ситуация, потому что никто не хочет поступаться. Но когда вы втроем, и у каждого там треть, то тогда вы всегда должны будете свою генеральную идею или гениальную менеджерскую идею продать двум остальным своим партнерам. и они будут теми, которые будут проверять вас везде. Так что здесь, конечно, вопрос троих акционеров, он очень, очень, как это, будет восприниматься хорошо. Что еще относится к этому проекту? Когда вы принимаете, когда вы выбираете свой проект, то желательно, чтобы вы его выбрали, ну, хотя бы из двух или трех проектов. Идеи у нас хватает. Идеи у нас хватает. Я думаю. И очень хорошо не о том, что всегда наш первый проект, он вообще у нас как первородимый ребенок. Ну, он там, мы его никогда не кинем, мы о нем будем заботиться. Вопрос, почему же нам нужны еще другие, чтобы мы могли выбрать, потому что мы поняли качественно, чем же этот проект такой хороший. Поймите, если вы сейчас будете сдавать эти анкеты и захочете получить какое-то финансирование, вам придется доказывать. Вам придется доказывать, почему ваш проект самый лучший. И один из пунктов, конечно, вы должны сказать, чем же он лучше других. Если у вас есть несколько проектов, то это, тогда вы подаете лучший проект и очень хорошо можете это обосновать. Хорошо, я немножко еще упомяну те вещи, которые я бы вам советовал в своем проекте поставить, чтобы он был наилучшим. Первое, мы поговорим о миссии. Ну и так очень коротко, очень коротко. Но в миссии есть четыре составные, которые нам надо было знать. Это первое, мы говорим о рынке, о рынке, продукте и потребителе. Рынок это какая-то общность, это может быть географический или какой-то возраст людей. Потребитель это тот, кому нужен этот продукт и продукт сам. Продукт это может быть и услуга, конечно. Потом в миссии нам очень важно сказать наше конкурентоспособное преимущество, способное преимущество. Это все то, чем наш продукт лучше всех конкурентов. И как я уже говорил, если мы создаем новый продукт, мы все равно должны сказать, почему же наши клиенты купят эту поездку в Крым, а не рубашку Nike. Мы должны здесь упоминать наши этические ценности. Этические ценности. Это все, что связано, может быть, с христианством, может и с другими, то, что мы честны и так далее. А также мы здесь должны сказать все то, что мы даем заинтересованным сторонам. Какие есть заинтересованные стороны в нашем предпринимательстве? Если мы это делаем, например, в Украине, то это может быть украинское государство, это также наши сотрудники, это также семьи наших сотрудников, это может быть наш город. Все заинтересованные стороны в нашем предпринимательстве. То, что очень важно здесь выделить, это наше конкурентоспособное преимущество. И когда специалисты будут оценивать ваши проекты, то они будут смотреть на то, чтобы ваш продукт или услуга действительно была конкурентоспособна. Здесь мне вам совет, чтобы вы посмотрели на то, когда вы будете смотреть на свои долгосрочные цели, чтобы у этого продукта было будущее. Когда мы говорим о будущем, мы говорим о том, что наш мир глобален. Что значит, что если мы будем писать проект о том, чтобы сделать киоск в городе, не знаю, в Ялте, то, конечно, когда мы говорим о конкурентоспособном преимуществе, говорим, ну, насколько он будет хорош, мы должны иметь в виду то, как он будет распространяться по всему миру. Это будет ваше преимущество. Глобально. Это будет очень важный вопрос, потому что, конечно, если идея сильная, то она должна относиться ко всем людям в мире. Что ещё я хотел сказать здесь, не сказал, это то, что людям очень иногда кажется странным, особенно, когда первый раз, потому что нам всегда кажется, что наша идея очень уникальная, и её нельзя рассказывать. По сути, я могу вас уверить, что любая идея, которая возникает, она возникает и у вас, и ещё у некоторых людей в головах. Почему это происходит? Это происходит потому, что вот вся среда, которая вокруг вас, она созрела для этой идеи. Она созрела, и здесь вопрос, если вы не начнёте сейчас, то вы через какие-то два месяца увидите, что другой уже реализовывает такую же идею, и вам покажется странным. А люди обычно боятся. Вот то, что я вам советую, вот не бойтесь свою идею рассказывать в этом проекте, потому что, во-первых, те эксперты, которые будут оценивать, действительно, они эксперты, и им не для того, чтобы её реализовать, они как раз для того, чтобы вам помочь реализовать. И вообще в предпринимательстве вот эта сторона, которая называется стратегической, это как визитная карточка. Когда мы идём по улице, вот нас спрашивают, как вас зовут. Ну, мы там говорим Янис. Это вот здесь у нас написано, вот Янис. Когда у меня есть предприятие, то у моего предприятия, вот моя миссия, мои долгосрочные цели, моя визия, это тоже публичная информация. Это как моя визитка. Я сразу говорю, кто я, что я делаю, какие мои ценности и какое моё конкретно способное преимущество. И сразу люди, которым это нужно или они к этому тянутся, они это и покупают. Если мы будем говорить, что ну, у меня такая очень интересная идея там, но она вот не для всех там, и я ещё думаю, чтобы никто её не украл, ну, поверьте, то вы до менеджирования этой идеи даже, ну, не дойдёте, увидите, как другой её уже забрал. У меня есть такой, он уже давний, у меня такая мысль про то вообще, как Бог даёт идеи новые. И мне как-то кажется, что действительно у христиан есть какое-то преимущество, что они, ну, первые получают эти идеи. Почему-то они их не реализовывают. И моё вот такое как визуальное видение это такое, что вот есть яблоня, и на ней созрели яблоки. И яблоки их, когда они созрели, их собирают с дерева, их не собирают с земли, их собирают с дерева. Собирают с дерева, и там вот в ящик и потом продают. И, по-моему, у христиан есть такое преимущество, что они могут вот эти яблоки сорвать, и это вот ихние яблоки. Конечно, обычно случается то, что вот мы как бы хотим сорвать, но иногда не рвём, потому что, может быть, грех, ещё что-то, или кто-то там подсказал, или страх. И тогда это яблоко падает на землю, и идёт просто человек по улице. Он смотрит, ну, хорошее яблоко. Взял и съел. И взял и реализовал ту идею, которую, в принципе, могли реализовать мы. У нас то мы боимся, то ещё что-то, то у нас там страх или занятость. То, что я бы предложил, что вот эти яблоки надо брать самими и реализовать всё-таки. Ну вот. Я ещё пройдёс по той анкете, расскажу. Анкеты тут можно будет где-то получить. И потом мы сможем ещё ответить на какие-то вопросы. Что ещё я вам хотел бы сказать? Если у вас есть идея, если у вас есть идея, то это будет очень сильно, если вы, конечно, подадите этот проект и скажете, что это, конечно, мне было бы хорошо, если бы я выиграл и получил тысячи долларов на начинание. Но очень сильно было бы, если бы вы сказали, что, ну, независимо от того, независимо от того, вот, получу или не получу, это моя идея, я её буду реализовать. Конечно, тут другой вопрос, если вы это скажете, только потому, что получить деньги, ну, поверьте, вы их всё равно не получите, поэтому, ну, нет смысла напрягаться. Но ваш настрой, да, настрой должен как бы быть такой, и тогда вы можете идти и реализовать эту идею. Если ваш настрой такой, что, ну, типа, если выиграю, то начну, если не выиграю, то не начну, ну, то можете даже, я думаю, не особо напрягаться и не писать, потому что, ну, тогда вы просто, наверное, потратите деньги, и вопрос, ну, суть может и где-то пропасть. Суть может где-то пропасть. Я сам люблю ходить в горы, и мы недавно были в одних горах, там, на 6 тысячах высоты, и на нас нашёл там облако и буря, там был такой очень сильный ветер, 40-50 метров в секунду, и, понимаете, вот когда мы здесь живём, у нас вот здесь тепло, и нам кажется, ну, вот давай не напрягаться, ну, чё я тут буду, ну, напрягаться всё равно жизнь хороша, солнце, там, море, ещё что-то. Вот когда ты там, то ты понимаешь, что, ну, ты должен идти вниз, но у тебя нет выбора, у тебя нет выбора, ты действительно должен идти вниз, иначе ты там, не знаю, может быть не умрёшь, но очень близко к этому. Мне кажется, что когда у нас вот, вот настроен на проект, у нас должен быть такой, что, ну, в принципе, у меня нет выбора. Если я не чувствую, что у меня нет этого выбора, ну, то, то вероятность реализации этого проекта, ну, будет гораздо, ну, меньше, будет гораздо меньше. И очень хочется, чтобы вот, ну, действительно, мы болели тем проектом, который мы подаём. Я думаю, что будет, о, отбор, несколько, наверное, этапов и так далее, но, по сути, не важно, отберут, не отберут, главное его реализовывать. Потому что, как и говорил Юра, то, ну, мы все менеджеры. И тут не важно, вот мы получим этот первоначальный деньги или не получим, там дано, и мы всё равно можем реализовать. Хорошо. по анкетам, по анкетам, там вы их, вы их увидите. Тут, конечно, не выделено, но, но я бы очень хотел, чтобы действительно вы обратили, там есть третья строка. По сути, вы эти анкеты могли, насколько я понимаю, они были в интернете, вы их могли запомнить и не слушая. Тут очень короткие, конкретные вопросы, на которые вы должны ответить. Но обратите внимание, да, чтобы, тут есть вопрос, актуальность проекта, уникальность или отличная черта других подобных бизнес-проектов. Это то, что мы говорили про конкурентоспособное преимущество. И вам желательно выйти, что как вот ваш проект может потом распространиться дальше глобально. И не важно, он бизнес-проект или социальный проект. Мы все знаем, что есть очень многие социальные проекты, которые распространяются по всему миру. Также, когда вы говорите о конкурентоспособном преимуществе, Юра упомянул, но сказал, что потом будет рассказывать, это добавленная стоимость. Конечно, самое важное, это где же будет ваша добавленная стоимость. Потому что, конечно, мы можем купить, не знаю, или набрать здесь песок и отвезти в ближайший городок, но вопрос, где будет наша добавленная стоимость. И, конечно, чем больше вы к вашей добавленной стоимости можете добавлять интеллектуальные вещи, где есть ваш интеллект и ваши знания, тем они будут весомее, и будут выше котироваться. добавленная стоимость, вы сейчас имеете в виду это как прибыль, то есть верха затрата? Добавленная стоимость я имею в виду, что, например, если я произвожу YouTube, то я просто покупаю один компьютер сервер, делаю какую-то программу, и вся цена, за что я продаю рекламу, это все моя добавленная стоимость. если я покупаю молоко в деревне, отвожу в город, то, конечно, моя добавленная стоимость гораздо меньше, потому что ее очень легко повторить и любой другой это может сделать. Это та часть, которую мы можем добавлять из-за того, что мы делаем или думаем. Потом здесь есть вопрос, почему я хочу это сделать, да, и тут я уже говорил, что нам не надо скрывать наши планы и проекты, могу вас уверить, что суть не в суперидеи, потому что идеи все равно от Бога, а суть в том, что вы готовы реализовать его и готовы туда кидаться. Хорошо, тут есть финансовая, потом идет финансовая сторона, но опять же тут очень коротко и ясно написано, что вы туда должны заполнить. Тут также написано фамилия, имя, отчество руководителя проекта. И, насколько понимаю, есть два основных руководителя, которые будут руководить этим проектом. но то, что я бы вам советовал, что вы можете указать еще конкретно вашего ментора, который вам поможет и будет за вами наблюдать во время и будет вас консультировать в реализации этого проекта. Тут в округе гуляют такие предприниматели, к которым можно подойти и спросить. И очень хорошо, если перед поданием этого проекта вы с какими этих менторов поговорите, он вас покорректирует и только это вам будет на пользу. Также то, что я советую, чтобы это может быть и к организаторам немножко, но чтобы те, которые вы подаете проекты, чтобы вы знали друг друга. потому что очень важно, когда вы начнете эти проекты реализовать, чтобы вы могли друг с другом общаться. Это только вас будет подгонять и придаст больше веру и энергию в том, что вы делаете. Ну да. И вторая анкета, где идет I'm social и I'm youth, это молодежный проект или социальный проект, я уже упомянул это, и хочу еще раз сказать, что нам нужно везде показать, в чем отдача будет. Конечно, когда мы говорим о социальном проекте или проекте молодежном, мы не говорим о, может быть, отдаче в деньгах, но вопрос в чем же будет ваша отдача. Если это какой-то, может быть, художественный лагерь или музыкальный лагерь, то что будет, то в чем мы можем измерить отдачу нашего проекта, что мы вкладываем и что мы получаем обратно. Это у вас, я думаю, будут спрашивать спрашивать при анализа этого проекта. Ну вот, это, по-моему, так примерно и все. Я не знаю, да, м? Вопросы. Да, если у вас есть вопросы, и вообще, вообще есть так, что тут будут анкеты, и после анкеты, опять же, вы, наверное, можете задавать вопросы. Я не знаю, такой вопрос, а когда срок подачи? Срок подачи, если... к организаторам, срок подачи... Если мы говорим о фестивалах, ну, здесь у нас будут разыгрываться в пяти номинациях, да, об этом уже, наверное, я не сговорил, то я думаю, что в течение недели, сегодня у нас двадцатое число, давайте, до двадцать седьмого, до двадцать шестого числа включительно, это последний срок. У вас еще будет время, шесть дней, чтобы посоветоваться, консультироваться, написать, и я думаю, что последние два дня у нас будет финальная часть, когда мы объявим победителя, но перед этим будет как бы полуфинал, когда мы выберем, ну, сколько-то, вот, какое определенное количество полуфиналистов, и вы должны будете защитить ваш проект, то есть рассказать о нем, не просто мы о нем прочитаем, чтобы вы поделились, рассказали, вот, ну, вот, как бы, как диплом защищает, да, вот, вот, это первоначальное, инструмент, чтобы начать, начать, как бы, коммуникацию с АЭМ, и с АЭМ, прочит, потому что это, сейчас здесь речь идет о первых, о первых возможностях, и, и вы сможете уже, как бы, убедиться в проекте, уже поговорить с комиссией, и так далее, но это не единичный случай, это не значит, что вот потом ждать год до следующего, до следующего, до следующих белых ночей, чтобы опять участвовать с какой-то идеей, там будет еще инициатив, и вы всегда можете присылать по этой анкете свои идеи, обсуждать, и, возможно, находить дополнительные инвестиции. Значит, номинации, они из большой сцены звучали, но две номинации, которые, как бы, не финансовые по своей отдаче, это АЭМ молодежь, и АЭМ социальный проект, да, он называется АЭМ социальный проект, и АЭМ юз, и там немножко и анкета отличается, и, и, и три, также они взываются с теми палатками, которые тут происходят. Есть АЭМ медиа, это ваш проект в медиа, значит, или журналистика, или телевидение, или интернет, АЭМ бизнес, это бизнес проект, и АЭМ шоу бизнес, это то, что относится к шоу бизнесу, сцена, и все остальное. Скажите, а тут оказались, это бизнес или шоу? Это вопрос, как вы его строите, потому что, ну, больше шоу бизнес, но если вы записываете что-то, ну, например, книги, ну, наверное, это просто бизнес. И а музыка? Ну, если музыка, то я думаю, что это шоу бизнес, ну, потому что и шире, это, что еще, как бы, ну, чисто, опять же, в помощь вам, то, наверное, на шоу бизнес будет чуть меньше проектов, чем на бизнес, потому что бизнес гораздо шире, шоу бизнес, он такой, немножко, уже, поэтому лучше писать на шоу бизнес. Да? Я вот пишу, где вот, например, чтобы было понятно, вот, стратегия, это вот, когда вы находите в этой точке, хотите сюда попасть, стратегия, это вот ваши, вот эти вот вещи, вот, когда есть, как вы будете сюда попадать, стратегия. И самое главное, ну, не будь здесь, вы, вот, очень важно сказал, что, тут вообще-то, тут вам тысячи долларов или нет, это, суть-то дела, тут, не только АМ, тут еще и мы присутствуем, я же сказал, давайте, у нас есть свое что-то, у нас есть какой-то опыт, какая-то, ну, мы не такие уж старые, что это такое, я думаю, 45 лет, у меня еще молодой парень, мне кажется, последний. симпатичный, красивый, энергичный, красивый. Да, я тоже буду писать, у меня тоже много идей, много проектов. Знаете, внутри нас есть, вот у нас есть сознание, да, а есть подсознание, вы знаете, да, и вот наше подсознание, оно, вот это наше сознание, это вот мы, а это внутри, а это внутри, не видит кто, и вот оно там плавает, это наша энергия. Когда мы начинаем мечтать, что-то, что-то предпринимать, вот эта энергия внутренняя, она начинает, вот понимаете, вот отсюда приходит сила, вы должны понимать эти вещи. начинайте просто мечтать, молиться, отходить, в группе собираться, и писать эти вещи. И вы видите, как пойдет энергия, просто такая, что вы сами видите, как сила придет, что-то делать, что-то предпринимать. Мечтайте, ризык Духа Святого. Мечтайте, не думайте, не критикуйте, вот мечтайте, думайте об этом. Рисуйте свои мечты, записывайте все это. Пусть это энергия. Знаете, как вот один писатель, он настолько писал красиво, а второй говорит, вот как вы пишете? Говорит, я вот просто, а он говорит, а как-то он пишет, он говорит, я вот думаю и пишу, а он говорит, наоборот, нужно писать. Понимаете, вот, ну и может быть, это в разрез идет, потому что многие люди думают, а потом пишут. Я пишу. Ты берешь ручку, вообще ни одной мысли нет. Бумагу берешь, мысли нет, вообще ноль. Берешь ручку и начинаешь писать, и пошло. Ну это нет, кто-то, кто очень думает, нет, ну понимаете, пойдет это, потому что иногда человек хочет все продумать, взвесить, что человек в сознании такое, он подумает, взвесит, перечеркнет, и уже ничего не делает. За одну секунду. У него в голове за одну секунду там сразу идея, факты, как ее нельзя сделать, убьет эту идею и пошел. Начинайте писать, начинайте писать. Потому что когда вы уже написали, вы какую-то мечту поймали за задницу и на место посадили ее. Она полетела, как птичка, стоять, чик, и бизнес-планирование это самая настоящая вера. Вера начинается с бизнес-плана. Что в чем вера проявляется? Ты, когда написал, это уже вера. Все, уже оно написано. Уже ты из невидимого мира в видимый поместил. Вера. Из невидимого в видимый. Давайте, я даже не ожидал, что от этих вот, я просто сижу, чувствую, что от этих вот, здесь тысячи бизнесов. Каждый из вас, сколько здесь сидит? Каждый из вас. Если вы не будете взять бизнес-проекты, вам не надо ходить на эти семинары. Смысла никакого не будет. Давайте начинать потихонечку вот эти вот, все это делать. Тогда будет уже вот эта какая-то продуктивность. Даже для кого-то бизнес есть, и кто мучается? Просто зарабатывать. Давайте делать то, что другие не делали. А работа здесь только в Украине и в России. Просто здесь вообще, здесь, ну, здесь просто, ну, здесь, ну, даже молиться не надо. Все под ногами. Понимаете? Я еще вот Юре говорил и подумал, есть эта история вообще, как вот эти все крутые бренды, там, Брэнсон, и как они начали. Одна, есть две составные. Одно, что они начали в основном все, я уже говорил, с продажи газеты. Это практический бизнес, который тоже мы можем писать проект. А второе, они потом, обычно, вот эти свои гениальные идеи, они рождали в такой немножко богемной среде. И поверьте, здесь очень, здесь очень хорошая атмосфера для этого. Очень хорошая атмосфера, чтобы родить какую-то гениальную идею. Вы вот идете, берете этот матрас, там, море, там, хорошо, если вдвоем или втроем, как я говорил, сидите там и просто мечтаете и болтаете. И у вас, возможно, родится, ну, действительно, гениальная и сильная идея на будущее. И здесь это вот проект вы можете использовать, во-первых, чтобы начать. Это тот начальный бизнес, продавать газеты. А второе, вы можете уже экспертам показать свою какую-то, знаю, мечту, в которую вы летаете. еще одна вещь, если вам эксперты скажут, что, ну, возможно, да, возможно, нет, то об этом вы особо не волнуйтесь, потому что, если эта идея будет высокого полета, то она, может быть, даже где-то здесь не отзовется. Но это не важно, здесь просто среда такая, где действительно можно производить идеи. С утра молитва, потом на семинар, а потом вот в море там плаваем и мечтаем. По-моему, очень, очень хорошо будет созидаться идеей. Тут не надо сейчас привязываться, у вас целая неделя, не надо привязываться с того, что у вас есть или нет. Вы просто помечтайте. И, как я говорил, вот здесь вы, конечно, может быть, и пропустить эту тысячу, но мечтайте все две недели и потом приедете домой, вы по-другому увидите и действительно может возникнуть сильная идея. И мы хотим, чтобы в этой среде возникли какие-то действительно новые, глобальные гениальные идеи, которые можно уже воплощать отсюда. Хорошо. Наверное, тогда еще технически и... Спасибо. Спасибо огромное, Ильянец. Спасибо большое. Такие практичные вещи, которые необходимо будет сделать. Мы говорили 26 число, до 26 числа необходимо сдать все проекты. Также эти люди, кто из вас в интернете уже писал, подавали проект в интернете. Ага, здорово, здорово, здорово. Мы видели, все есть, здорово. Если вы вдруг не будете заполнять, анкету можно не брать тогда, хорошо? Если вдруг вы не будете это сейчас делать, в интернете она есть, на сайте она есть, то есть вы себе скачаете там или там спешите и так далее. Если вы хотите здесь попробовать начать писать, подать вот эту анкету, свой проект, у вас же есть мечты, все-таки есть они, есть там вот, просто иногда не хочется их достать, думаешь, а вдруг оно не оно. Есть? Да. Все, тогда начинайте писать. И есть такое предложение. Если это сфера бизнеса, подходите к Юрию, к Янису, там приедет Сергей Разводовский, там Егор, Глеб Александрович, то есть подходите к ним, спрашивайте, общайтесь с ними. Там Вадим Евсюков, там другие здоровья, там другие ребята, вот подходите по бизнесу, говорите. Если это сфера шоу-бизнеса, Игорь Боцеровский, там есть другие ребята, вот подойдите там поговорите с ними, хорошо? Посоветуйтесь, как лучше. Если это сфера медиа или средства массовой информации, подойдите, вот у нас есть Сергей, вы в интернете специалист, Андрей Макаренко, Паша Кривушкин, там твиттер, вообще специалист в этом деле. То есть подходите, общайтесь, общайтесь, консультируйтесь, не бойтесь, говорите. Никто там не украдет вашу идею. А у кого-то уже есть эта идея. Если это социальный проект или это проект, связанный с молодежью, не коммерческий проект, можно подходить ко мне, и тогда мы можем общаться или к другим людям, кого вы знаете, по социальной работе или по молодежи, вот там Олина Толухи, вот Белый город, вот по молодежи тоже. Подходите, советуйтесь, общайтесь. Пусть ваша идея или мечта она не останется только внутри вас. Дайте ей возможность выйти наружу и стать достоянием всего народа. Хорошо? Какие-то еще есть практические вопросы? Давайте сейчас еще что-то понятно или непонятно. По семье это социальный? По семье проект. По семье проект. В зависимости от того, он носит коммерческую какую-то заинтересованность или нет. Если нет, тогда это социальный проект. Да. Он может уже работать? Ну, если он в таком состоянии пилотном начинает работать, как-то еще вот, напишите. Если вы хотите его где-то умножить, например, почему бы и нет? Да? Да, имея значение. В смысле? В смысле его по месту написано, что мысли сложные и мысли, как бы она уже запущена. Если проект уже работает, работает эффективно, я думаю, что нет смысла его сейчас писать. Если же это проект в начальном состоянии, он такой пилотный вариант, получается, не получается, может быть, напишите, кто-то может вам как-то помочь. Хорошо, еще есть вопросы? Нет. Хорошо, вы сейчас можете подойти ко мне и взять анкету, в том случае, если вы реально хотите здесь это делать. Окей? Если вы здесь не намерены это делать, в интернете анкета есть, и вы посмотрите, потому что у нас количество копий ограничено. Хорошо? Все, пусть Бог вас благословит и поможет все это сделать. Да, сейчас вот я вот там буду находиться и вы можете подойти взять. так, Спасибо. Продолжение следует...